Город в страшном состоянии. Это газовая камера, а не город. Вместо того, чтобы заняться транспортом, он вырубает деревья, которые спасали нас всегда. Этого мало они сейчас, как жалявцы. Фактически Есимов сегодня провокатор, самый настоящий. Таким красным от гнева главного эколога страны журналисты не видели уже давно. Дважды кандидат в президенты Мэл Селюсизов назвал племянника главы государства главным лесорубом Казахстана. Тут 20, 30, 40, 50, 60. Лет 80 этому дереву. Оно бы еще росло, еще бы лет 100. Администрация города запланировала вырубку более 2000 деревьев до конца года. Мэл Селюсизов не понимает, кто и как решает, рубить или не рубить. Главный зеленый говорит о непоправимом ущербе для экологии самого большого мегаполиса страны и неминуемой катастрофе. А еще о доходном бизнесе на древесине. Вот это вот, видите, целый ряд. Здесь вырублено в общей сложности более 20 деревьев. Вот эти деревья, им по 100 лет. Прекрасные карагачи, абсолютно здоровые. Значит, вот этот карагач, у него прекрасная древесина. Отличный паркет из него получился. Камень в огород алматинского городоначальника прилетел неделю спустя после его феерического выступления в службе центральных коммуникаций. Постане Ахмедшан Есимов без ложной скромности рассказывал, где в Казахстане жить хорошо. Валовый региональный продукт Алматы сегодня за прошлый год составил 5,6 триллионов тенге. Или на душу населения 25 тысяч долларов. Это уровень таких центральных стран, как Чехия, Польша, Венгрия. Значительно больше, чем, скажем, Болгария, Румыния. Это уровень Южной Кореи. В принципе, вот эти все заасфальтированные участки, по которым мы с вами идем, когда-то были задворками. Маргарита Садыква – коренная алматинка в третьем поколении. Она хорошо помнит, какой цветущей была столица Казахской ССР, Алма-Ата, и каким теперь стал город Алматы. На месте бывшей остановки, которая сейчас на проспекте Абая, центральный стадион, была великолепная, посаженная жильцами березовая аллея. Двухсторонняя березовая аллея. Было просто, ну, изумительно красиво. За годы независимости изменились не только статусы и названия Южной столицы. Менялись городоначальники, каждый оставил свой след в истории города. Ахмеджан Смагулыч отработал уже целую пятилетку. При нем, наконец-то, запустили метро, провели Азиаду. Правда, прошлой зимой уроженец Ушконыра, что под Алматой, не смог обеспечить элементарную для любого сельчанина уборку снега.